В данном видео я расскажу полную историю всех торговцев в сталкере. Всем привет, меня зовут Илья, буду вам очень благодарен, если вы поддержите это видео лайком и подпишитесь на канал. Итак, видос будет очень интересным, давайте начинать. И пока наши торговцы разменивают артефакты и прочие ценности, зацените вот эти боевые дроны. Не знаю, что с ними стало бы, если бы они попали в аномалию, но вот в супер зрелищном экшене War Thunder они явно нашли свое место. С ними геймплей заиграл новыми красками, ведь запуская разведывательные или боевые дроны, вы сможете засекать своих противников в любой точке карты и держать их в постоянном напряжении до полной победы. Еще в игру добавили легендарные Су-25 Грач с лютейшим боезапасом ракет. После попадания одной из таких ракет, любой танк разнесет в щепки, причем в прямом смысле. Эффекты взрывов и разрушений заставляют падать челюсть от восторга. И все это великолепие отлично работает вкупе с огромным арсеналом техники, которую можно прокачивать, означать новым вооружением и менять внешний вид. Кстати, зацените новые локации. Теперь устроить заварушку можно у подножия огромной дамбы в Индии или у берегов мегаполиса. Бесплатно качайте War Thunder по ссылке в описании прямо сейчас и забирайте полмиллиона серебра, неделю аренды легендарных немецких танков, три премиумные машины навсегда, бустеры на прокачку, неделю премиум аккаунта и другие плюшки. Все это ждет как новичков, так и тех, кто не заходил в игру по полгода и более. Увидимся в War Thunder. Друзья, информацию для этого видео я брал с сайта Stalker Wiki. Там очень много интересного. Прежде чем мы перейдем к истории торговцев, давайте для начала узнаем, какие конкретно деньги используются в Сталкере. То есть, какая валюта и вообще, сами деньги электронные или бумажные. Ну, во-первых, деньги в Сталкере обозначаются как рубли. Причем, если обратить внимание, то во время получения награды, в диалоговом окне можно увидеть иконку денег. И это советские рубли времен СССР. В тень Чернобыля отчетливо виден силуэт Ленина, а вот в Зо в Припяти в качестве иконки используется зеркально отраженная советская 100-рублевая купюра. А во-вторых, давайте разберемся, деньги в Сталкере все же электронные или бумажные. И вы удивитесь, но за каждую из версий есть свои аргументы. Например, за то, что деньги электронные, говорит следующий факт. В чистом небе бандиты на свалке во время ограбления говорят. Ну че, вытягивай КПК, пора бабосом делиться. То есть, они прямым текстом говорят, что сейчас будут снимать деньги со счета. Ну а за то, что деньги бумажные, как раз таки и выступает аргумент в виде иконки купюры, которая появляется при получении награды. То есть, за выполненное задание торговец как бы передает игроку бумажные деньги. Да и вообще, если в Сталкере используются электронные деньги, то где банально можно найти банкомат, чтобы закинуть бабосы на электронный кошелек? Ведь должны же они как-то появляться на счетах у тех же торговцев. И потом эти же деньги стекаются от торговцев по кошелькам сталкеров. Или на счета торговцев деньги приходят от заказчиков, которые присылают их вне зоны. Но, друзья, если говорить серьезно, электронные или бумажные деньги – это только игровая условность. Поэтому понятно, что никакие банкоматы в Сталкере не нужны. Разработчики используют либо бумажные, либо электронные деньги тогда, когда это нужно в определенный момент игры. Поэтому нельзя однозначно ответить, какой тип денег используется в Сталкере. Будем думать, что и электронные, и бумажные. В чистом небе существует баг, благодаря которому количество денег принимает отрицательное значение. С этим минусовым балансом можно бесплатно получать координаты тайников, проводить модификации у техников, и таким образом все больше и больше уходить в минус. Но самое интересное дальше. Во время сюжета главного героя должны ограбить. Происходит это либо при проходе через блокпост бандитов, либо в подвале барахолки. Так вот, после того, как у героя заберут все минусовые деньги, баланс не станет нулевым, а наоборот, вся эта минусовая сумма зачислится на кошелек главного героя. То есть теперь это будут настоящие, как бы плюсовые бабки. Если хорошо постараться искупать все тайники, а также производить множественные ремонты и модификации всего и вся, то можно уйти в минус на миллионы. И потом эти же миллионы вернутся на кошелек в положительном значении. История торговцев неразрывно связана с развитием зоны. Как только в зоне появились артефакты, сразу же появились охотники на них, то есть сталкеры. Найденную добычу нужно куда-то сбывать. Вот здесь и появляются торговцы. Наиболее красочная емка высказался в своем ремесле торговец группировки «Чистое небо» — Суслов. А торговцы везде нужны. Даже в зоне, на болотах, в подполье. Это ведь только кажется, что зоны на замке и вояки все ходы-выходы перекрыли. Но артефакты и образцы редкие, и зоны как-то ведь разлетаются по всему миру. Да и ваш брат-сталкер всегда с консервами, водочкой, боеприпасами да снарягой по зоне ходит. Кто все это обеспечивает? Вот то-то. Схема ведь какая? Есть во внешнем мире интерес к зоне и наоборот. А вроде как «ни-ни», «нельзя», «ты что?» Тут-то мы и появляемся. Все начинает работать, все счастливы. Как мы торговцы между собой шутим, даже у человека, наставившего на тебя автомат, этот автомат можно попробовать выкупить. Известно, что торговцы осуществляют сбыт артефактов на большую землю, а также занимаются поставкой оружия и снаряжения в зону. Если кто-то не знает, большой землей сталкеры называют все земли вне зоны, то есть внешний мир, другие страны и прочее. Главный покупатель торговцев – это сталкеры, которые охотно и постоянно покупают снаряжение, даже с большой наценкой. Вот так бы всегда! Один из первых персонажей с предпринимательской жилкой, который стал заниматься торговлей и товарооборотом, это Сидорович. В 2011 году, во время событий «Чистого неба», зона была неплохо изучена. Однако, дорога в центр зоны была закрыта. Никто не знал, что там находится, но все догадывались, что самые ценные артефакты и лучший хабар именно там. Поэтому, немного позже, уже в 2012 году, во время сюжета «Тень Чернобыля», Сидорович вместе с барменом скооперировались и стали платить сталкерам за информацию о центре зоны. Торговцы надеялись открыть путь на север, в надежде, что там будет лучший хабар, и их доходы значительно увеличатся. Сидорович – это один из самых знаменитых персонажей в «Сталкере». По его словам, он пришел в зону одним из первых, когда еще даже не было детекторов и защитных костюмов. Дальше с валки Сидорович не ходил, и из-за своего немолодого возраста сразу осел на кордоне и стал заниматься торговой деятельностью. Надо отметить, что Сидорович – довольно влиятельный торговец. Он имеет множество связей, и ему даже удалось договориться с военными на блокпосте о переправе товара за кордон и обратно. Если распаковать ресурсы игры «Сталкер Тень Чернобыля», то можно найти файл под названием «Stable Bioname». В этом файле указана скрытая биография всех персонажей в игре. И, конечно же, там есть биография Сидоровича. Давайте ее прочитаем. Промышлял торговлей с малых лет. В детском садике продавал цветные карандаши. В школе торговал желательной резинкой. В институте промышлял продажей легкой наркоты. С появлением Зоны смекнул, что на этом можно хорошо заработать. Славится тем, что способен наладить хорошие торговые отношения с самыми разношерстными клиентами. Согласитесь, довольно интересная биография. Даже не знаю, почему разработчики не добавили ее в игру. У Сидоровича имеется широкая клиентская база как в Зоне, так и на большой земле. В Зоне клиенты в основном сталкеры. И так как Сидорович находится на кордоне, большая часть этих сталкеров – новички. Часто среди комьюнити сталкеров встречается мнение, что Сидорович – это отрицательный персонаж. Дескать, он заламывает цены, а сам платит мало. Но здесь нужно помнить, что именно Сидорович дает первую работу многим новичкам. И также при этом можно вспомнить, что сталкеры из Зов Припяти жалуются на цены торговцев из северных локаций Зоны. И при этом добрым словом вспоминают Сидоровича. С артефактами тут, конечно, пожирнее будет. Только вот Сидоровичу нести далековато. А у местных цены… Ёлки, да если подумать, тут выгоднее картошку на продажу сажать. Также, если в Зов Припяти спросить у сталкеров, где можно найти инструменты, они снова вспомнят Сидоровича и хорошо отзовутся об этом персонаже. Честно говоря, последнее место, где я видел нормальные инструменты, было в подвале у Сидоровича. На кордоне. Они там были качественные и новые, и пользоваться ими было недорого, в общем-то. Сидоровича можно назвать по-настоящему влиятельным персонажем. Договорившись с барменом, два этих торговца решили найти дорогу на север. И согласитесь, такую под силу только реально весомым персонажам. Использовав своих информаторов, Сидорович узнал о секретных документах, которые нашли военные. Данные документы могли бы пролить свет на центр зоны, и поэтому торговец отправляет искать меченого эти доки. Тогда слушай, мы с другими торговцами хотим открыть путь на север к центру зоны. Мне передали, что вояки в здании бывшего НИИ Агропром что-то нашли. Какие-то очень серьезные документы, явно связанные с центром зоны. Так вот, их у вояк надо забрать. Понял, куда клоню? В чистом небе Сидорович гораздо вежливее, чем в тень Чернобыля. Возможно, это связано с тем, что мечный должен Сидоровичу за свое спасение. А Шрам – это вольно-наемный профессионал, ничем ему не обязанный. Также в чистом небе у Сидоровича самые высокие цены среди торговцев. Интересно, что в игре есть квест, в котором необходимо принести Сидоровичу кейс с хабаром. За выполнение этого задания торговец даст игроку пожизненную скидку в его лавке. Но даже с этой скидкой цены Сидоровича останутся самыми высокими в зоне. Бункер Сидоровича в советское время мог быть бомбоубежищем. Вход располагается на улице, неподалеку от деревни новичков. За спиной торговца находится закрытая дверь, и скорее всего там должна быть комната отдыха. Также в бункере можно заметить интересную деталь. На заднем плане виднеется модифицированный автомат Гром С-14 с установленным прицелом и глушителем. Интересно, что в одиночной кампании на Гром можно установить только глушитель, а вот возможность установить оптический прицел появляется только в сетевой игре. В чистом небе интерьер бункера выглядит по-другому. Сразу можно заметить закрепленные на стене РПГ-7 и СВД, а также большое количество аптечек и ящиков с провизией. И конечно не забываем про закрытую дверь. Если в Тень Чернобыля с помощью команды Demo Record 1 можно было увидеть, что за этой дверью ничего нет, то теперь в чистом небе за этой дверью и правда появилось полноценное помещение с диваном, печкой и столом. Теперь мы знаем, где Сидорович отдыхает. Бармен – это один из ключевых персонажей в Тень Чернобыля, который располагается в баре Сторинген. А вот что сказано в его биографии. Не святой и не подлец. Цену себя знает, за что и пользуется уважением среди сталкеров. Ходят слухи, что прячется в зоне от своего темного прошлого. После того, как попал в аномалию, стал прихрамывать и решил сменить занятия. Обставил бар возле группировки Долг. И впоследствии этот бар стал основным местом сбора для ветеранов зоны. Ко всему прочему, у бармена много связей как внутри зоны, так и во внешнем мире. Бармен довольно тесно сотрудничает с Долгом и в частности с генералом Ворониным. При этом он также знаком с Сидоровичем и поддерживает с ним партнерские отношения. Как уже было сказано, оба торговца пытались найти дорогу в центр зоны. Бармен посылал сталкеров на разведку в Темную долину с целью поиска лаборатории Х-18. Однако никто из сталкеров не возвращался. До момента, пока у Сидоровича не оказался Меченый, с которым в дальнейшем сотрудничал и бармен. В целом, бармен – это не должность, а именно прозвище. Помимо очевидной функции управления баром, подачи напитков и еды, бармен скупает хабар, снабжает сталкеров снаряжением, патронами и оружием, а также, конечно, предлагает работу. Еще известно, что до начала своей карьеры в зоне у бармена был небольшой ресторан на большой земле. Об этом он сам расскажет, если взять одно из его заданий. Помню, как-то в 94-м прицепились ко мне рэкетиры. Давай, мол, отстегивай. Ух, натерпелся я тогда, ресторан у меня был. Тогда на них управы не было. А тут вдруг узнаю, что эта же шайка теперь орудует на агропроме. Проценты за находку артефактов собирает. Но здесь у меня руки длинные. Я даже знаю, где именно они засели. Будь добр, разберись с ними. Вот самые интересные товары, которые продает бармен. Из автоматов. Стик-550, спецавтомат ВАЛ и ГП-37. Из брони. Армейский бронекостюм. Ну и самое интересное, экзоскелет. Экзоскелет – это, конечно, хорошая вещь. Только брать не рекомендую. В этой броне вы не сможете бегать. Бар Сторинген расположился на территории бывшего завода Росток. На этом же заводе также располагается база группировки Долг. Сам же бар Сторинген служит сталкером как одно из самых безопасных мест в зоне. В помещении бара довольно уютно. Здесь есть высокие стылы, за которыми располагаются сталкеры. А центральное место занимает барная стойка, за которой стоит и сам бармен. Справа от него находится большая комната, в которой располагается диван, сейф, два шкафа, а также два стола. Интересно, что данная комната должна была присутствовать в сюжете игры. Именно здесь должны были происходить переговоры с барменом. В подтверждении этого в файлах игры осталась озвучка, где охранник пропускал игрока в комнату и говорил вот такую фразу. Проходи, бармен ждет. Проходи, проходи. В чистом небе во время разговоров со сталкерами можно узнать, что путь на завод Росток был закрыт во время большого выброса и что, скорее всего, там остались заперты люди. Вот что говорят сталкеры в диалоге. Говорят, что после выброса в места, которые раньше недоступными были из-за аномалий, теперь пройти можно. На болото, скажем, или в рыжий лес. И наоборот, в некоторые места теперь никак не пробраться. На Росток ходу больше нет. А ведь там раньше много сталкеров было. Что с ними сейчас, никто не знает. Для тех, кто не понял, большой выброс, о котором идет речь, произошел в самом начале сюжета «Чистого неба». Из-за него некоторые территории зоны открылись, а другие, напротив, стали недоступны. Получается, что на момент событий сюжета «Чистого неба», а это 2011 год, сталкеры уже закрепились на заводе Росток. Однако, скорее всего, бар Росто Рентген там еще не было. Дело в том, что в 2011 году база долга находилась на агропроме. А как мы помним, через год, в 2012 году, уже во времена Тень Чернобыля, долг перебрался на Росток и сделал там свою базу. И скорее всего, только после этого был образован бар Росто Рентген. Ведь важно, чтобы местность рядом с баром была безопасная и постоянно патрулировалась. А это долг успешно выполняет. Полковник Петренко – это один из основателей долга, и по совместительству главный идеолог группировки. Именно Петренко разработал свод правил и завербовал практически всех ключевых персонажей в долге. В группировке он отвечает за снабжение и торговлю, и при этом полковник также является заместителем генерала Воронина. Этот факт говорит о том, что Петренко занимает лидирующие позиции в группировке. Итак, полковник Петренко – это единственный торговец долга. В связи с этим его ассортимент полон редкими и уникальными предметами. Вот что можно найти у него в продаже. Из оружия это – автоматы Гром-Ц-14, АС-ВАЛ, а также снайперская винтовка СВД. Из брони торговец предлагает. Обычный комбинезон долга, армейский бронекостюм СКАТ-9М, а также иногда в продаже появляется уникальная научная броня долга, которая по характеристикам схожа с комбинезоном СЕВА. Важно запомнить, что в начале игры главного героя не будут пускать на базу долга, и поторговать с полковником не получится. Как же тогда попасть на базу? Для этого необходимо пройти половину игры, и после квестов на Янтаре вход на базу будет открыт. Несмотря на идеологию долга, которая запрещает торговлю артефактами, полковник Петренко выкупает любые артефакты у игрока, и причем за хорошую цену. Скряга – это торговец из Свободы. Он торгует на основной базе группировки, которая находится на армейских складах. Вот что говорится в его биографии из ресурсов игры. Известен своей жадностью и неуступчивостью, но, говорят, у него можно достать все что угодно. Примечательно, что Скряга не только заведует торговлей и складом Свободы, но при этом он еще и является заместителем лидера группировки – Лукаша. По всей видимости, Скряга получил свое прозвище за свой скупой нрав и его скупость подтверждается в деле. Стоимость товаров для вольных сталкеров у Скряги завышена в несколько раз. Однако в игре есть лазейка. С помощью бага можно вступить в свободу, и тогда Скряга снижает свои цены в полтора раза, и при этом покупает товар за номинальную стоимость. А также, если игрок вступит в свободу, Скряга будет продавать экзоскелет дешевле на 50 тысяч, чем бармен. Интересно, что у этого торговца ограниченное количество денег. 5 тысяч рублей, и получается, что продать товары ему не получится. Придется обязательно что-нибудь купить, иначе у Скряги просто не будет денег для оплаты. Торговец продает товары, которые используются в вооружении и экипировке свободы. А именно, автоматы ЛР-300, СИГ-550 и ГП-37. Иногда в продажи попадается снайперская винтовка СВУ. Броня также только свободовская, комбинезоны Ветер и Страж Свободы, а также ранее упомянутый экзоскелет. Как я уже сказал, Скряга заведует еще и складом Свободы. Данный склад охраняет один из бойцов этой группировки, однако с помощью небольшого финта можно попасть в это хранилище. Там можно будет забрать несколько штук ЛР-300, комбинезоны Свободы и, самое главное, револьверный гранатомет РГ-6. Прототип Скряги – это Максим Попенкер, оружейный историк и создатель сайта WorldGuns.ru. Когда для игры разрабатывалось оружие, использовались данные именно с этого сайта, и, вероятно, разработчики решили таким образом отблагодарить его создателя. Самое большое количество торговцев в Сталкере Чистое Небо. Дело в том, что Чистое Небо – это единственная часть Сталкеров, в которую можно вступить практически в любую группировку, а если в группировку можно вступить, значит у нее обязательно должна быть база и торговец. Прежде чем рассказать про торговца Шилова, для начала необходимо обозначить следующее. На кордоне основной торговец – это Сидорович, однако в 2011 году сталкеры создали свою базу на ферме, а на каждой базе просто необходим торговец, и его место занял неопытный Шилов. В основном Шилов берет товар под реализацию у Сидоровича, и поэтому у него такие высокие цены. Если расспросить Шилова о его биографии, он расскажет, что предпринимательская жилка у него с детства. Еще в школе он сдавал в аренду одноклассникам электронную игру «ну погоди», по 10 копеек за партию. На агропроме также есть база сталкеров, и место торговца там занимает дрозд. Это парень 22-25 лет, достаточно серьезный и хорошо разбирающийся в вопросах сталкерства. Иногда для своих торгует экзоскелетами, а вот для других его ассортимент стандартный. Дросс действительно торгует экзоскелетами, однако, чтобы данная броня появилась в продаже, необходимо, чтобы игрок состоял в сталкерах, и при этом всячески помогал группировке и захватывал территории. Только в этом случае экзо появится в продаже. Давайте кратко пройдемся по еще двум сталкерским торговцам – барахольщику и ночному торговцу. На свалке нет как таковой базы сталкеров, и небольшая группа закрепилась на обломках полуразрушенного здания на севере локации. Именно здесь и находится ночной торговец и барахольщик. Барахольщик – это не уникальный персонаж, который просто выполняет роль торговца в группе сталкеров на барахолке. Интересно, что он охотно скупает патроны и артефакты, а также модули и медикаменты. И при этом он вообще не заинтересован в покупке оружия и костюмов. Сам же он торгует амуницией, медикаментами и едой. А единственная пушка в его ассортименте – это Кольт 1911. Ночной торговец – это тоже не уникальный персонаж, который торгует на барахолке. Однако главный отлич от барахольщика только в том, что ночной торговец собственно торгует только ночью, с 23 до 3 часов. Остальное время данный персонаж спит. Интересно, что в продаже у ночного торговца есть все три вида детекторов – Отклик, Медведь и Велес. Помимо этого у него в продаже медицина, патроны разных калибров, а также подствольные гранаты. Думаю, многие, кто быстро проходил Чистое Небо, могли даже и не заметить этого персонажа, ведь как уже было сказано, он начинает торговать только ночью. Интересно, что в Сталкере Чистое Небо и Зов Припяти торговцы делятся на две категории – бармены и торговцы снаряжением. И Холод – это один из самых доброжелательных барменов серии игр Сталкер. Он пришел в Зону, поскольку чувствовал, что не может найти на Большой Земле своего призвания. Какое-то время он был простым сталкером, а позже вступил в Чистое Небо, так как увидел, что в рядах этой группировки состоят, цитата, честные люди, работающие на идею. Тут люди нормальные, тут я нужен. Ребята вон после выхода очередного придут, я им накапаю малость, пошучу с ними, когда прилично, когда не очень, их и отпустят. Видишь, как просто все. Кстати, кличут меня Холод. Холод занял место барменов в рядах группировки, и со своей работой он отлично справляется. Данный персонаж всегда морально поддерживает бойцов, которые отправляются в Зону или возвращаются с заданий. Холод не участвовал в штурме ЧАЭС, его дальнейшая судьба неизвестна. Суслов это бывший ученый, а позже торговец группировки Чистое Небо. Невзирая на идеологию группировки, и в частности на позицию Лебедева, что за выжигатель мозгов нельзя ходить, чтобы не нарушать баланс зоны, Суслов все равно считает, что торговцам давно пора объединиться, чтобы открыть путь на север. Суслов это один из основателей группировки Чистое Небо. Вместе с ключевыми персонажами этого объединения, Лебедева и Каланчи, Суслов ходил в группу исследователей, занимавшихся исследованием ноосферы в лаборатории Х-7. Но что интересно, информацию об этом можно найти только в Зов Припяти. Персонаж в этой части не встречается напрямую, а упоминается в одном из документов, найденных в лаборатории Х-8. В этом документе говорится о необходимости перевода ученых в некую лабораторию Х-7. Предположительно, лидеры будущего Чистого Небо откололись от группы осознания после неудачного эксперимента, из-за которого, собственно, и возникла сама зона. Так или иначе, Лебедев и Каланча стали основателями Чистого Небо, а Суслов занял место торговца. Поскольку крупные каналы сбыта артефактов обходили болото стороной, сталкер в основном приносить торговцу дешевые артефакты. В связи с этим Суслов обладал не самым широким ассортиментом. Данный торговец направился вместе с Лебедевым к центру зоны и остался на болото. Поэтому Суслов не участвовал в штурме ЧАЭС, во время которого произошел выброс, погубивший большую часть группировки. Ассортимент данного торговца довольно скудный. Суслов торгует самым недорогим оружием и боеприпасами по честной цене. Максимум, что у него можно купить – ПМ и охотничьи ружья. Единственный интерес – это броня ЧН-1 и ЧН-3А, которые со временем появляются в продаже. В депо на свалке обосновалась база бандитов, и торговцам там устроился бандит со стажем – Зуб. Еще во времена Советского Союза Зуб занимался спекуляцией, за что и получил тюремный срок, попавшись на одной крупной сделке. Выйдя на свободу и заведя новые знакомства в криминальном мире, Зуб начал зарабатывать купли-продажи и краденых вещей. Через три года его вновь посадили в тюрьму, во второй раз он освободился, когда Советского Союза уже не было. При новых порядках Зуб так и не смог найти себе достойный заработок и обнищал. А когда образовалась зона, сразу же отправился туда. Опытный торговец прижился у бандитов. В 2011 году Боров работал барменом на базе бандитов в депо на свалке. Желал стать главой группировки, однако это место занимал Йога. Боров сильно недолюбливал его. Йога был жесток, эгоистичен, хитер и жаден. Он не ценил своих людей и среди бандитов стало возникать недовольство. Со временем Боров сменил Йогу. После того, как свобода покинула темную долину, бандиты основали новую базу на территории старой фабрики. С приходом Борова к власти, внутренняя политика у бандитов стала мягче. Теперь они не поддерживали такой строгий порядок, как это было при Йоге, а разбились на мелкие банды. Сам же Боров заметно располнел. Вскоре Боров узнал, что поблизости существует секретная лаборатория и находится она под заброшенным заводом. Боров горел желанием попасть туда и отправил нескольких бандитов охранять фотолабораторию. Однако у пахана не было второй части электронного ключа, чтобы проникнуть внутрь. Через некоторое время в темную долину пришла группа долготцев во главе с пулей. У них было задание ликвидировать Борова. Однако они попали в засаду и только пуле удалось избежать плена. Ну а дальше происходит событие Тень Чернобыля и главный герой Мечен ликвидирует группу бандитов вместе с Боровым и забирает одну из частей электронного ключа от лабораторий. Собственный бар в чистом небе Боров назвал Супер Хавчик, а вывеску можно увидеть возле западного входа. В чистом небе база свободы находится в темной долине и место торговцев там занимают два персонажа Ашот и Ганджа. Ашот – это очень веселый человек и родом он с Кавказа. Его лавка называется «Ашота у Ашота», а одна из особенностей данного персонажа – это его акцент. У Ашота всегда можно купить, как он сам утверждает, свежие патроны. Правда, стоят они немного дороже, чем у других торговцев. Ашот своими условиями очень доволен и даже утвердает, что в зоне он себя чувствует лучше, чем в Сочи. Из-за хороших продаж конкуренты на черном рынке внесли Ашота в черный список и назначили за него награду. Несколько наемников пытались выполнить заказ и завалить Ашота, однако у них ничего не получилось. Все дело в том, что за добродушного торговца ребята и Свободы стоят горой. Иногда Ашот говорит следующее. Эта фраза является отсылкой на советскую комедию «Мимино». Напишите в комментариях, кто смотрел этот фильм. Ганжа – это бармен-кальянщик из группировки Свобода. Раньше Ганжа работал барменом в дорогом клубе. Однако из-за одиночества он подался в зону, где и примкнул к Свободе. В группировке он решил открыть собственный бар, который назвал «Глоток Свободы». В нем бойцы могут отдохнуть от перестрелок, выпить и просто пообщаться. База долга в чистом небе находится на агропроме. Торговец и бармен там – это Митяй и Колобок. Митяй занимает пост торговца и снабженца. Знаменит он тем, что имеет скверный характер. Открыто хамит и грубит всем, и особенно тем, кто не состоит в долге. Но и на базе к нему относятся не особо дружелюбно, однако все вынуждены пользоваться его услугами. Несмотря на ужасные личностные качества, Митяй добросовестно исполняет свои обязанности. Благодаря ему долг имеет отличное снаряжение, в частности, оружие и броню. В файлах игры можно найти неиспользуемую биографию, которая раскрывает характер персонажа. И вот что там написано. Грубый продавец времен развитого социализма. Хамит, грубит, делом не занимается. Принцип не нравится – не бери. Колобок – это бывший военный, ставший барменом на базе долга. Родился в небольшом городке. После школы пошел в армию. Из-за сложностей в жизни после армейской учебной части сразу попал в зону. Сначала служил на кордоне, а позже, по прихоти одного полковника, Колобок вместе с отделением отправился на поиски редкого артефакта. Из-за устаревшей карты в этой вылазке погибли практически все военные в аномалии, кроме самого Колобка и еще одного сержанта. Вместе бойцы смогли добраться до базы долга, где их и подлечили. Здесь-то Колобок и решил вступить в долг. Колобок – это очень дружелюбный и общительный человек, который всегда рад видеть главного героя. Рад приветствовать в лучшем баре зоны. Всегда рад послушать тех, кому есть что рассказать. Ты заходи еще. Не забывай Колобка. Разделение на барменов и торговцев снаряжением осталось и в зов Припяти. Борода пришел в зону вместе с Глухарем. Они были одними из первых основателей Скадовска. Глухарь стал следить за порядком, а Борода занял место бармена. Однако, что интересно, основной доход Борода получает не от продажи еды и напитков. Нет, основной его заработок идет от продажи артефактов. Также Борода пытается поддерживать равновесие между вольными сталкерами и бандитами на Скадовске. Если не помогать сталкерам и выполнять квесты бандитов, то мнение Бороды о главном герое изменится. От него можно будет услышать следующие фразы. Это все? Выход вон там. Кораблик-то давно не на плаву. А вот крысы на борту не все перевелись. Ты по какому поводу здесь? Борода также упоминается в концовке игры. Если помогать сталкерам на Скадовске, то в конце будет вот такой слайд. После того, как все попытки взять Скадовск под контроль провалились, Султан и его банда покинули судно. С исчезновением этой опасности слабый ручеек сталкеров и артефактов превратился в бурный поток. Бизнес Бороды стал процветать, а Скадовск в популярности почти сравнился с баром Сторинген. В противоположность Бороде, Сыч – это неприветливый и грубый торговец. Среди всех обитателей судна он выделяется скверным характером и сварливым нравом. Но, тем не менее, Сыч располагает богатым ассортиментом оружия и амуниции. И также он очень высоко ценит информацию. После того, как на Скадовске не окажется медика, именно Сыч начнет торговать медикаментами. Сыч также имеет хорошее отношение с Султаном и довольно натянутый с Бородой. А вот что про него говорят сталкеры на Затоне. На Скадовске есть торговец, Сычом его называют. Надо сказать, не особо приятный тип. Постоянно конючий, что артефакты не ему несут, а Бороде. Но если срочно нужны деньги, можешь к нему обратиться. Этот тип скользкий, не только патронами торгует, но и много чего знает. Так что, если есть деньги, но нет информации, это обратно к нему. А обитает он на второй палубе, в корме. Изначально у Сыча планировалась другая внешность. Об этом можно узнать в файле stalker models list, который находится в ресурсах игры. И вот что там написано. Лицо Сыча оплывшее, одутловатое, с усами и бакенбардами. Прототип Сыча – это охранник офиса GSC. Гавайец – веселый и позитивный торговец Янова, который проявляет лояльность к свободе. Завидев игрока, он обычно кричит «Алоха». Видимо, за это приветствие он и получил свой позывной. При первом появлении игрока на Янове, ассортимент товаров у Гавайца ограничивается боеприпасами и едой. Однако, по мере прохождения игры, товаров становится значительно больше. Морган – это, пожалуй, самый необычный персонаж в данном видео. Это не торговец в привычном понимании, а снабженец долга. В его задачи входит пополнение и охрана склада долга. Однако, в тайне от начальства, Морган организовал подпольную торговлю с наемниками и бандитами на затоне, и поэтому он и попал в это видео. Морган не имел права торговать снаряжением группировки, и тем более делать это тайно. Поэтому он решил свалить все на свободу и сдал от этой группировки координаты долговского склада, чтобы построить все так, будто это не из-за него пропало снаряжение, а во всем виноваты свободовцы. Морган очень щепетилен в отношении сделок и не терпит никаких отклонений от намеченного плана. Если он поймет, что его операция находится под угрозой, долговец может прибегнуть к ликвидации клиента. Судьба Моргана зависит от того, как главный герой будет выполнять квесты. Можно либо сотрудничать с этим персонажем, либо сдать его долгу или свободе. Изначально разработчики хотели сделать для этого персонажа уникальную внешность, о чем говорят строки из дизайнерских документов. Не молот с густой черной бородой, усами и бровями. Ну а на этом все, это была полная история торговцев в сталкере, надеюсь вам понравилось. До скорого друзья! И да, не забывай про подарки для новых игроков и для тех, кто не заходил в War Thunder полгода и больше. Ссылка в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok